Безусловно, если говорить про 2020 год, я думаю, вы согласитесь, что его можно назвать особенным годом, кризисным годом в чем-то. И, конечно, те страны, те экономики, которые были более цифровизированы, которые лучше подготовились, можно сказать, к этому, они пережили эти явления спокойнее. Потому что мы с вами, будучи потребителями разнообразных услуг, мы, собственно, чего хотим? Мы хотим, чтобы наша жизнь была намного проще, и то, что мы делаем, например, связанное с оплатой, не вызывало каких-то больших вопросов. Соответственно, мы точно отмечаем, что в России, которая была на достаточно хорошей степени цифровизации, благодаря усилиям правительства, государства, благодаря усилиям наших партнеров, нашим скромным усилиям в том числе, если говорить про цифровые услуги, например, была очень востребована выдача цифровых карт, когда вам не надо идти в отделение, и, соответственно, вы можете в приложении банка получить карту и сразу начать ей пользоваться. Потом можно, если говорить про изменения в экономике, конечно, рост безналичных платежей достаточно серьезный был в 2020 году. Но, во-первых, мы с вами все слышали, в том числе и от центральных банков разных стран, что наличные деньги, они переносят тот самый вирус, от которых мы все хотели уберечься, безналичные, а тем более бесконтактные карты, они в этом плане замечательные. И по нашим опросам, которые мы делали еще в 2020 году, порядка 70% респондентов, россиян, говорили, что они настолько привыкли к бесконтактным платежам, что для них это нормальный, базовый вариант оплаты товаров и услуг. Это достаточно серьезные изменения, как мне кажется. Я думаю, продолжится рост безналичной экономики. Это совершенно очевидный тренд. И по словам Центрального банка, у нас безналичная экономика уже превысила, доля безналичных платежей превысила 50%. Я думаю, что здесь будет продолжаться ощутимый рост. Та самая бесконтактная экономика, про которую я говорил, также будет расти. Я думаю, что стоит в качестве одного из трендов платежных индустрий, платежных технологий, выделить активное использование и применение систем искусственного интеллекта. Это и разные программы, инструменты, которые позволяют минимизировать мошенничество в платежной сфере, те, которые позволяют вам проще принимать решения, проще делать платежи, ну и многие другие приложения, конечно. Мы стремимся сделать так, чтобы платежи были простыми, безопасными, надежными и быстрыми. И для того, чтобы мы с вами, будучи потребителями этих услуг, пользоваться ими, опять же, как можно чаще, благодаря тому, что это все просто и надежно, быстро и безопасно. Вот это, наверное, основной фокус, который будет у нас, как у платежной системы. И это не только для работы в России, но и глобально. Форум для нас это всегда интересная площадка для общения и взаимодействия. И, конечно, мы здесь много с кем разговариваем как раз о том, что будем делать дальше в 2021 году, в 2022 году. И сейчас было подписано, и сегодня подписано, и мы подписаны в ближайшее время, достаточно большое количество меморандумов о намерениях, о том, что мы будем делать дальше вместе с партнерами. И здесь я бы, там, среди, наверное, десятка тех соглашений, которые подписаны, выделил наше соглашение с Почтой России, с РЖД, о том, как развивать цифровые сервисы для этих двух компаний. Мы подписали соглашение с Яндексом о том, что будем делать вместе академию для предпринимателей. Будем рассказывать, как делать бизнес, как вести предпринимательскую работу, как это делать проще, с лучшими результатами. Естественно, мы очень плотно работаем с банками, поэтому среди тех, с которыми мы подписываем соглашение, есть ведущие российские банки, практически со всеми мы договариваемся о партнерстве дальше, о продолжении плодотворного партнерства. И эти договоренности скрепляем подписями на документах. Субтитры создавал DimaTorzok